реанимировать растения можно разными способами кстати фу как у нас все там завоняло знаете прям таким вот перепревшим прям гнилью такой беломин полностью стягивается стежа здравствуйте мои дорогие зрители меня зовут ирина и вы на моем канале совсем недавно в магазине обе я приобрела себе орхидейку уценку с очень плохой корневой системы ее корни больше были похожи на мокрую солому все этапы ее лечения я хочу показать на своем канале и по итогу потом показать какая шикарная будет орхидейка и как она нарастить свои корешочки как я ее зачищала и пересаживала в негниющий субстрат все эти видео есть на моем канале обязательно посмотрите если вдруг не дай бог у вас случится такая же неприятная ситуация с орхидейкой вы уже будете знать как ее лечить здесь у нее субстрат это керамзит и три фермы выглядит она в принципе неплохо корни немножечко но у нее есть это не самая печальная ситуация которая возможно и я думаю что она очень быстро нарастить красивые жирные корешки и я это говорю так уверенно потому что это не первая моя реанимация и не первое наращивание корней а такие орхидеи я регулярно покупаю по оценке и восстанавливаю к примеру у меня есть очень красивая орхидейка которая цветет белыми цветами в нежную розовую полосочку и когда-то она выглядела даже хуже чем моя новая орхидейка мошен зато теперь у нее шикарные корни посмотрите какая хорошая у нее корневая система здесь кстати у нее наполнение серами с немножечко коры и керамзит все это перемешано и полный горшочек корней они даже проросли сквозь дырочки и она скоро зацветет цветоносик выпустила и хочу вам показать еще один экземпляр с быстрым и хорошим темпом наращивания корней после реанимации это орхидейка мультифлорка посмотрите сколько корешочков она нарастила и все благодаря одному очень дешевому доступному средству о котором я вам сейчас расскажу и сегодня я хочу вам рассказать о своей любимой янтарной кислоте часто звучит у меня на канале янтарная кислота с витаминами янтарная кислота до в совокупности с каким-то еще препаратов и сегодня я как раз таки хочу показать вам новиночку это янтарная кислота плюс хитозан и если о янтарной кислоты очень часто мы слышим и на моем канале очень часто выходит видео именно о янтарной кислоте очень часто даже в совокупности с какими-то другими препаратами или витаминами то здесь идет сразу янтарная кислота плюс хитозан о хитозане мы конечно слышим очень редко возможно даже вообще не слышим но сегодня я хочу вам рассказать и показать что то хитозан также можно применять на орхидейках, и эффект очень-очень хороший. Хитозан активирует цветение, увеличивает количество бутонов, повышает устойчивость растения к стрессам и повышает устойчивость к болезням, стимулирует рост корневой системы. Конечно, то, что нам и нужно сейчас на орхидейках. Хитозан работает всегда с какой-либо кислотой, в данном случае с янтарной кислотой. И так как я всегда отдаю предпочтение янтарной кислоте, для меня это идеальный препарат для наращивания корневой системы. И в будущем растение будет очень крепкое и будет выдавать очень красивые, пышные цветоносы. Поэтому сегодня я вам покажу, как я буду обрабатывать этим средством. Достаточно дешевым и достаточно, мне кажется, распространенным. Взять можно и купить в любом садоводческом. И помимо еще янтарной кислоты с хитозана, у меня есть вот такой вот спрей, который заявлен именно как активатор цветения и увеличивает количество бутонов. Поэтому я думаю, что это средство идеально сработает как на рост корней, так и на активацию цветения у орхидеи. Ну, про янтарную кислоту сомнений нет, а хитозан мы с вами проверим. Для того, чтобы этот препарат сработал, нужно развести его правильно. Сначала в небольшом количестве воды мы делаем концентрат, а потом уже концентрат разводим с тем необходимым количеством жидкости, которое вам нужно. Здесь получается пакетик 10 грамм. Его нужно развести в 200 миллилитров теплой воды. Но не горячей, это нужно учитывать, потому что янтарная кислота теряет свои свойства, если температура воды будет больше 30 градусов. Поэтому воду берем тепленькую, но не горячую. И разводим, получается... Здесь я взяла, видите, меньше воды, потому что мне очень много препарата не нужно. Я не люблю хранить препараты, поэтому я буду разводить, ну, можно сказать, так, минимально. Здесь пакетик 2 чайные ложки, а я разведу пол чайной ложки на 50 миллилитров воды. Теплой воды, мягкой, отстоянной воды. Хорошенечко разбалтываем это все, растворяем. И только потом вливаем то количество жидкости, которое вам необходимо. Раствор, концентрат готов. И вот этого концентрата на литр воды нужно добавить всего лишь 2 чайные ложки. Внимательно читайте инструкцию, потому что перебарщивать с кислотами тоже нельзя. Поэтому правильно разводим. И лишь концентрат добавляем уже в литр воды 2 чайные ложки. Хорошенечко перемешиваем. И прелесть этого препарата, что можно как опрыскивать, так и поливать. Я очень часто люблю своим орхидейкам делать такой, можно сказать, кислотный дождик. И опрыскиваю свои растения с помощью той же янтарной кислоты. Ну, теперь вот новый препарат, янтарная кислота плюс хитозан. И опрыскиваем со всех сторон. А потом делаем и корневую подкормку в том числе. Корней там мало, но они есть, поэтому я аккуратненько проливаю. Ничего не замачиваю. Кто смотрит мой канал, знает, что я замачиваниями не увлекаюсь. Я делаю легкий пролив с двух сторон. Естественно, поэтому я развела препарата очень мало, потому что у меня даже сейчас, можно сказать, очень много осталось. Поэтому пойду подкормлю и остальные свои орхидейки. Этим препаратом можно пользоваться на орхидейках-реанимашках, можно пользоваться на орхидеях, которые в активной фазе роста, и на тех орхидеях, которые только выпустили цветонос. Для того, чтобы цветонос был очень пышный, красивый, да, цветение вас порадовало. На тех орхидейках, которые уже распустились и давно цветут, применять нельзя. Потому что они могут сбросить цветы и начать расти. Или сбросить старые цветы и начать доращивать новые бутоны. Поэтому в этом плане будьте аккуратны. Но в остальных случаях применение янтарной кислоты и хитозана очень способствует благоприятному развитию растения. Поэтому пробуйте и выращивайте здоровые, красивые орхидейки у себя на подоконниках. Всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok